2280 жалоб в год. Помощь уполномоченного по правам человека в Ивановской области остается востребованной. Количество обращений к Наталье Ковалевой в прошлом году выросло по сравнению с предыдущим периодом на 93. Значительная доля заявлений поступает от осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и их родственников, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья. Кровоточащая Наталья Ковалева назвала проблему обеспечения жильем детей-сирот. За последние два года количество нуждающихся детей-сирот в обеспечении жилым помещением увеличилось на 43%. Это вот за 15-16 годы. А финансирование снизилось на 41%. Скажите, и во всех субъектах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, это Сибирь еще хуже, чем мы выглядим. Своим коллегам знаю. Поэтому программа, пока мы, это дети государственные, будем говорить, пока не будет федеральной программы жилье детям-сиротам, мы так и будем. Все. Улучшения я не вижу. Ряд жалоб жителей связан с оказанием медицинских услуг, и в том числе с психиатрической помощью. За многие годы на ремонт и таких учреждений деньги практически не выделяли. Письма с рекомендациями по решению этих проблем, справиться с которыми самостоятельный регион не может, Наталья Ковалева направила всем депутатам Госдумы, но круг замкнулся. От всех депутатов Государственной Думы я получила ответ, что в соответствующие профильные комитеты направлены там предложения. И правительство Российской Федерации мы направили, правительство Российской Федерации нам сказало, что ваши предложения направлены в Министерство здравоохранения. А дальше куда вернулось это все? Из Министерства здравоохранения направили в департамент здравоохранения, а те там написали то, что мы и без них знаем. А мы просили единственное, знаете, что мы там просим? Принять федеральную программу, касающуюся психиатрической помощи, по ее модернизации. Волнуют жителей вопросы, связанные с экологией. Вырубка деревьев при застройке, качество питьевой воды, загрязнение атмосферы предприятиями. Речь идет не только о полимерном заводе в Балино, но и о текстильном предприятии Миртекс в Фурманове, которое до сих пор не имеет локальных очистных сооружений. Руководство фабрики неоднократно просило суд об отстрочке исполнения решения. Крайний срок, который назывался 1 сентября 2016 года. И что вы думаете? Перед 1 сентября 2016 года Миртекс опять подает обращение в Фурмановский суд о том, чтобы продлить сроки. Вы думаете, насколько продлились сроки введения локальных очистных? Хотя там работы большие ведутся. До 1 января 2019 года. Наталья Ковалева констатирует, что, к сожалению, нередко над конституционным правом, но благоприятную окружающую среду давляют экономические интересы. Но это вовсе не означает, что не нужно бороться за права людей и добиваться справедливости.